Война 1858-1860 годов, о которой вы никогда не слышали. Всем известно о русском пьянстве, однако всегда ли эта огромная страна была подвержена этой скверной зависимости? Очередное опровержение мифа о русском пьянстве – мощнейшие антиалкогольные бунты, которых не знала ни одна страна в мире. В 1858-1850 годах антиалкогольный бунт охватил 32 губернии и более 2000 селений и деревень против насильственного спаивания наций. В то время крушили питейные заведения, пивоваренные и винные заводы, отказывались от дармовой водки, люди требовали закрыть кабаки и не соблазнять их. Царское правительство ссылало всех в Сибирь и в тюрьмы по питейным делам попало 111 тысяч крестьян и около 800 были зверски биты шпицерутанами и сосланы в Сибирь. Об этой войне умалчивают учебники, хотя то была самая настоящая война, с орудийными залпами, погибшими и пленными, с победителями и побежденными, с судилищем над поверженными и празднованием, одержавшими победу и получившими контрибуцию. Об этом не принято говорить, но действия разворачивались на территории 12 губерний Российской империи, от Ковенской на западе до Саратовской на востоке. Эту войну принято называть трезвенническими бунтами, потому что крестьяне отказывались покупать вино и водку, давали за рок не пить всем селом. Продажей спиртного в России заведовали 146 человек. Водку откупщики буквально навязывали, если кто не хотел пить, ему все равно приходилось платить за нее. Такие устанавливались правила. В те годы в нашей стране существовала практика. Каждый мужчина приписывался к определенному кабаку, а если он не выпивал свои нормы и сумма от продажи спиртного оказывалась недостаточной, то недобранные деньги кабачки взымали со дворов местности под властной кабаку. Тех же, кто не желал или не мог платить, сикли кнутом в надзирание другим. Виноторговцы, войдя во вкус, взвинчивали цены. В 1858 году ведро сивухи вместо 3 рублей стали продавать по 10. В конце концов, крестьянам надоело кормить дармоедов, и они не сговаривались, стали бойкотировать торговцев вином. Хочется сказать по этому поводу намеренное спаивание населением. И можно сказать, что свои цели со временем они все-таки достигли. Почему сейчас русских считают самой первой нацией, которая употребляет постоянно алкоголь? Крестьяне отвернулись от кабака не столько из-за жадности, сколько из-за принципа. Они были трудолюбивые работящие хозяева и видели, как их односельчане один за другим пополняют ряды горьких пьяниц, которым ничего не нужно, кроме выпивки. Страдали жены, дети, и чтобы прекратить расползание пьянства среди сельчан, на сходах общины всем миром решали, что в нашем селе никто пить. Не будет. Виноторговцы, в свою очередь, сбавили цену. Рабочий люд не откликнулся на доброту, в кавычках. Шинкари, чтобы сбить трезвенческие настроения, объявили о бесплатной раздаче водки. И на это люди тоже не клюнули. Ответ был твердым. Мы не пьем. К примеру, в Балашовском уезде в декабре 1858 года 4752 человека отказались от употребления спиртного. Ко всем кабакам в Баашове пристаивали караулы от народа для наблюдения, чтобы никто не покупал вино. Нарушавших зарок по приговору народного суда штрафовали или же подвергали телесному наказанию. К этому движению присоединялись и горожане, и рабочие чиновники, и даже дворяне. Поддерживали трезвость и священники, благословлявшие прихожан на отказ от пьянства. Это уже не на шутку испугало торговцев алкоголем. И они пожаловались правительству. В марте 1858 года министры финансов и государственные деятели издали распоряжение по своим ведомствам. Суть тех указов сводилась к запрету трезвости. Местным властям приписывалось не допускать организации общества трезвости, а уже существующие приговоры о воздержании от вина уничтожить и впредь не допускать. В ответ на эти действия по России прокатилась волна погромов. Она началась в мае 1859 года на западе страны. В июне бонд дошел и до берегов Волги. Крестьяне стали громить питейные заведения на Балашовском, Акартском и Хвалынском, Саратовском и многих других уездов. Особенный размах погромы приобрели в Вольске. В 1859 году трехтысячная толпа разбила винные выставки на ярмарке. Солдаты пытались утихомирить бунтовщиков. Восставшие разоружили полицию и солдат и выпустили из тюрьмы заключенных. Только через несколько дней прибывшие из Саратова войска навели порядок, арестовав 27 человек. Историки отмечают, что в то время не было зафиксировано ни одного случая воровства. Деньги расхищали сами служащие питейных заведений, списывая эту пропажу на восставших. В документах следственной комиссии сохранились фамилии борцов за трезвость, Маслов, Хламов, Костюнин, Вертегов, Володин, Сухов и другие. Они принимали участие в трезвенническом движении в тех местах. Наказание было таким. Лишение всех прав состояния, нижних чинов, медалей и нашивок за беспорочную службу. У кого таковые есть? Наказать шпиц рутанами через 100 человек по 5 раз и сослать каторжную работу на заводах на 4 года. Такие наказания какие-то смешные, если честно. В будущем эту страну ожидали более тяжелые наказания во времена Сталина. Человека ссылали не на 4 года, на всю жизнь, пока он там не помрет. Всего же по России в тюрьму и на каторгу отправили 11 тысяч человек. Многие погибли от пуль. Бунт усмиряли войска, получившие приказ стрелять в восставших. По всей стране шла расправа над теми, кто отважился протестовать против спаивания народа. Судьи свирепствовали. Им велели не просто наказывать бунтовщиков, а покарать примерно, чтобы другим неповадно было стремиться к трезвости. Без официального на то разрешения. Откупную систему продажи вина отменили. Вместо нее ввели акциз. Теперь всякий, желающий производить и продавать вино, мог, заплатив налог в казну, наживаться на спаивании своих же граждан. Во многих селах нашлись предатели, которые, чувствуя за спиной поддержку штыков, продолжили войну против трезвости иными мерными методами. Ален Адлс, директор ЦРУ, объявляя в 1945 году холодную войну против СССР и говоря, что мы завоюем русских без единого выстрела, найдя среди них предателей и разложив изнутри. Ничего не изобретал. Тактика вербовки изменников известна с древнейших времен. И против введения войны таким способом очень трудно найти защиту. Вот такой вот рассказ о трезвеннических войнах на территории царской России. С вами был Белогур. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, если вам нравятся мои видео. Оставляйте комментарии, что вы думаете по этому поводу. До встречи в следующих выпусках. До встречи в следующих выпусках.